Летний телевизионный сезон 2022 года оказался довольно сложным для телевизионных каналов. Ни классические рамкомы, ни молодежные истории, ни обычные драмы не вызывают того энтузиазма, который был в предыдущих сезонах. Какие сериалы удержатся в эфире, а какие будут закрыты в ближайшие недели? По информации известного журналиста Осиной Кололу, ситуация с летними сериалами выглядит весьма печально. Он разговаривал с руководителем одного из телекановок Турции, который признался, что раньше сериалы снимались более качественно. Например, «Любовь на прокат», «Ранняя пташка». Сейчас качество проектов значительно упало, хотя выпустили в эфир очень много летников, сразу 13. Было бы в эфире 5, никто бы никому не мешал. Доходы упали, свободных тайм-слотов нет. С такими рейтингами снимать сериалы нет смысла. Ни один из новичков так и не дотянул до заветной планки 5%. Сериал «Пыльный берег» Тозлуяка возглавляет рейтинг этого лета со скромным результатом в 4,5% тотал. У проекта есть потенциал. Однако турецкий зритель довольно капризен и быстро остывает к сериалам, если история начинает растягиваться. Динамика последующих двух недель покажет, справились ли сценаристы с поставленной задачей или провалились. Сериал «Красивее, чем ты» начал довольно бодро, однако уже на второй неделе показа потерял аудиторию. Увы, этим летом даже более-менее успешные романтические комедии имеют довольно слабые рейтинги. Похоже, зрители становятся более требовательными к телевизионным продуктам, постоянно сравнивая их с сериалами цифровых платформ, причем не в пользу первых. Сериал «Балканская колыбельная» уже на второй неделе показа потерял зрителей, но все еще держится выше 3%. Пока положение проекта государственного телеканала нестабильное. Однако он вполне может найти свою аудиторию, особенно учитывая, что руководство канала не хватается за сердце каждый раз, когда рейтинги немного снижаются. Новый молодежный сериал «Услышь меня» заслужил похвалы в социальных сетях, но стартовал откровенно слабо, с результатом в 1,5%. Это худший результат среди всех сериалов лета. Однако уже на второй серии проект значительно прибавил в рейтингах, и у поклонников появилась надежда, что он останется в эфире хотя бы до конца лета. Сериал «Сказка о Розе» после «Будрого старта» не смог удержать внимание зрителей. Всего лишь две серии понадобилось турецкой аудитории, чтобы разочароваться в проекте. Особенно показательно резкое падение рейтингов в категории АБ. Образованная и богатая аудитория не будет тратить свое время на то, что ей неинтересно. Доживет ли сериал до осени – большой вопрос. Сериал «Шито-крыто» так и не преодолел планку в 3%, что ставит проект в достаточно сложное положение. На этой неделе уже началось закрытие летних сериалов, которые не оправдали ожиданий телеканалов. И с таким рейтингом любой летний телевизионный продукт автоматически попадает в зону риска. Сериал «Ты полюбишь» медленно, но верно теряет аудиторию. Планка в 3% выглядит недостижимой. Рейтинг достаточно слаб, чтобы можно было рассчитывать на продолжение. Не исключено, что решение о закрытии проекта может быть принято уже в этом месяце. Сериал «Время любить» оказался главным неудачником этого лета. Уже через три серии каналу стало понятно, что шансов у проекта нет и было принято решение закрыть сериал на пятой серии. Сериал «Внутренний огонь» также показал крайне низкие рейтинги, что, вполне ожидаемо, привело к его закрытию. Пока неизвестно только одно – закроют ли сериал на пятой или же на шестой серии. Сериал «Ах, где?» демонстрировался в гордом одиночестве в пятницу. Но этот факт никак не отразился на рейтингах. Зрители уходят на цифровые платформы, и вернуть их обратно становится все более проблематично. Сможет ли проект удержаться в эфире с двумя процентами в рейтингах – большой вопрос. Сериал государственного телеканала «ТРТ-1. Я спрятал тебя в своем сердце» на второй неделе показа немного подрос в обеих категориях. Цифры достаточно слабые, однако даже маленький рост в нынешних условиях радует и помогает сериалам продержаться до основного сезона. Тем более, что проект выходит на Госканале, а значит, есть гарантия, что его не бросят на полпути. Но учитывая, что на осень Госканал готовит новые большие проекты, вряд ли сериал задержится в эфире на весь осенне-зимний сезон. Еще один сериал «ТРТ-1. Черная доска» первоначально планировали продлить на все лето. Однако в связи с катастрофическими рейтингами было принято решение завершить показ. Уже на следующей неделе сериал сделает финал. Похоже, в этом сезоне телеканалы сделали много интересных предложений своей аудитории, однако спрос на телевизионные сериалы оказался очень низким. На этой неделе турецкого зрителя ждет премьера мафиозной драмы «Жизнь, как она есть». Реакция аудитории на этот проект, возможно, покажет основные тенденции следующего осеннего телевизионного сезона. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова